21.04 до меня приехали люди, ворвались в дом и утверждали, что я украл у них стройматериал и всякие запчасти. Хотя я этого не делал, меня приставили к стенке, угрожали моей жене, у меня месячный ребёнок был у жене на руках. Её толкнули в дом, сказали не лезь, потому что с тобой сейчас будет такой же самый. За этим меня вывели во двор, перерыли полностью двор, взяли лопату, перекопали все подвалы, все погребы. В доме у меня срывали ковры, отодвигали мебель, полностью обсматривали, ничего полностью не нашли. Затем меня взяли, вывезли в поле, повезли в Казанку до тех людей, которые ещё подозревали. Они сказали, мы ничего не делали, ничего не знаем, их не тронули. Отвезли меня в соседнее село, завезли в поле, которое не видно уже села, вообще ничего вокруг не было видно. В каком селе вы проживаете? Троицкая сафона. Завезли меня в поле, избили, утверждали, что я взял всё на себя, я ничего не брал на себя. Потом вечером отвезли на то место, там где это всё украли. И всё равно говорили, что я сказал, я ничего не знаю, если я серьёзно действительно ничего не знаю. Они потом сказали, или верни товар, который весь пропал, или 30-40 тысяч до утра, если не будет, мы тебе закопаем и тому подобное. Говорят, дело в милицию, я говорю, давайте дело в милицию, пускай они занимаются этим делом. Они говорят, что в милиции, говорят, отдали это дело нам, чтобы мы с вами занимались. И потом я вечером приехал домой, взял жену с ребёнком и выехал до тёщи, до её матери. Они вечером ездили без света, охраняли мой дом, я тихонечко выехал и поехал. На утро я уехал в Николаевшоп, в дальнейшем это всё добиться справедливости. До них в это время приехали, жена мне звонит, до Николаева ещё не доезжает, жена мне звонит, сказала, что плачет, говорит, что приехала маршрутка, говорит, полная забитая людей, говорит, угрожают и тому подобное, меня зовут из дома, перерыли полностью весь двор тоже, шастали везде всё, тёща вызвала в милицию, они первый раз не приехали, второй раз вызвала, приехали, взяли заявление, потом жена хотела написать заявление, они не взяли от неё заявление, что врывались в её двор. Они взяли заявление и уехали. После того они мне звонили, я просто не брал трубку, боялся, чтобы меня не вычли, чтобы здесь просто не нашли. Я знаю, что нанял их просто этот человек, у которого дома это всё украли. И кто этот человек? Это его зовут Виктор, фамилия... А какая у него фирма? У него не фирма, просто у него есть земля, и там некоторые куски земли, что он их обрабатывает, и всё. Он нанял рабочих, чтобы ему построили вот этот склад, там где он будет хранить это всё. А сколько стройматериалов украли по его заявлению? По его... ну, он заявление вроде бы не подавал в милицию. А украли Кёрхер, украли две бензопилы, электродрельки какие-то, там, я не знаю, гвозди какие-то украли. Да, то есть то, что у вас требовали? Да, я утверждал, говорю, давайте, есть сейчас я в интернете сотрёл, есть такие, как детектор Брехни, я говорю, давайте поедем на детектор, но они... ну, что, нет, никуда ты не поедешь. Я говорю, я за свои деньги заплачу, чтобы меня проверили на детектор. Никто этому не хотел. Я говорю, ну давайте у них... Они говорили, что есть видео, там, где есть машина замеченная, красная копейка, там багажник был завязан шнурком. Я говорю, давайте, я за свои деньги уже буду искать эту копейку, говорю, ездить. Они говорят, не надо. Потом я, когда меня отпустили, я отошёл, вернулся назад, говорю, покажите мне видео. Они говорили, что у них видео есть от этой копееки. Я говорю, покажите мне видео, и я попробую найти эту машину, потому что я до утра не найду таких денег, если я не брал этого. То они ничего мне не показали, всё, говорят, иди отсюда. А вы обращались сами в полицию по факту того, что надо? Нет, в первую очередь я приехал в город Николаев, поехал в БСМП, снял побои, потом поехали близкие, написали заявление в милицию, там сказали, что дело передадут в Казанку. А там я уже ничего не знаю. Ушиб, шейного позвонка, небольшое сотрясение головного мозга. И ссадин. И что вы дальше планируете делать? Ждать справедливости. До нас в организацию вернулся этот граждан, который сейчас тут находится. Ну и поведомил, в принципе, те же самые обстоятельства, которые и его поведомил. Ну и нам было рекомендовано остальному, чтобы он нападал заяву про скойный злочин, относительно того, что незаконно проникли в его житло, относительно того, что пошкодили его мебель, ну и за стосованием физического насилия, как до него, так и до дружины, которая находилась на руках с малолетней детьми. А также стосовно фактов вимагания, безпредставного вимагания, грошовых денег. На все спроби, скажем так, чтобы полиция начала разбираться, нам местные жители сообщили, что полиция как приехала, так и поехала. Ну, что они боятся этих товарищей. Никто их раньше не видел в селе, никто их не знает. Ну, то, что их нанял фермер, он, в принципе, этого сам не скрывает. Я подзвонил по телефону, который ему телефоновали, ну, в грубой форме представился, кто я, что я адвокатом, запитал, почему законный способ не вырешивают, не собирают доказы и не подают их до правоохранных органов. Ну, на что я почувствовал погрозы, даже свой адрес, мне сказали, что меня ждут, и что там ждет какая-то расправа. Ну, моя думка, что это люди, которые бы вернулись в 90-е, враховывая ситуацию с полицией, и решили таким самосудом залякать просто-напросто село, собі авторитет, якийсь заработать. То, в дальнейшем, я так думаю, из местных жителей таким чином, вимагать грошовые деньги. Чтобы люди понимали, что никто их защитить не может, в принципе, оно так и происходит. Потому что большинство других потерпелых, с которыми я говорил, чтобы проверить действительно достоверность этой информации, то люди заляканы, люди даже боятся ехать в лекарню, чтобы сообщить полицию, потому что они уже не верят, что они приедут и разберутся. А сколько в село человек подозревает этот предприниматель, фирма? Да, он подозревает, я так понимаю, все село. Вы понимаете, там цепная реакция. Они схопили первого, который попался, под тиском он назвал всех, кого знает и не знает в селе, и таким образом поехали дальше. До него он не назвал никого, получил, скажем так, за то, что не назвал никого. Хлопец действительно не знает, думаю, вы сами видите. И кто называл кого, вот так вот они ездили и всех было. А у вас есть информация, подавал ли этот фермер заявление в полицию, для того, чтобы найти тех, кто украл стриматора? Ну, скажем, они задолбаннували какой-то еще додатково после этого адвокат с погрозами, я не знаю, как им, Дюсипенко представился, ну, и там на полужаргоне с нецензурной лайкой сказал, что мы выполняем функцию в милиции, нам доручено. Мне удивило, что там взагалі коется в казанке. Ну, и насколько я знаю, что много активистов, громадских формирований, организаций готовы стати на поддержку, скажем так, этого села и действительно обеспечить возможность людям вернуться в свои домики и обеспечить их защит. Потому что отсутность реакции потягнет за собой наступную реакцию. Так будет происходить в каждом селе, селе, относительно каждого фермера, кто захотел заехать, будет урожать, скажешь, вот и забирать. Есть единственный закон, закон для всех, и чинить такое, вы знаете, это тяжкие злочины, каждый из этих случаев. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok